Всем привет, ребята, меня зовут Богатейщи Ди, добро пожаловать в новое видео. В этом видео мы рассмотрим самую свежую анчейн-метрику для эфириума, а также поговорим о больших событиях, которые ведут к созданию новых способов его применения и, соответственно, к более глобальному принятию эфириума. Напоминаю, никто не знает будущего, а кто говорит, что знает, нагло врет. Я не даю финансовые советы, я лишь даю информацию, не более того. Но тем не менее, если тебе нравится подобного формата контент, не забудь поставить лайк, это помогает каналу расти, а мне находить мотивацию для создания новых видео. Также я заметил, что каждый третий, кто смотрит мои видео, не подписан на мой канал. Я был бы очень рад, если бы ты подписался прямо сейчас. На этой диаграмме мы видим два графика. Серым обозначена цена эфириума, а синим – баланс эфириумов на всех биржах. Приблизительно с мая 2020-го баланс эфиров на биржах уверенно падает. Причем, кстати говоря, независимо от того, куда идет цена – вверх или вниз. Эфиры все равно постоянно и поступательно выводятся с бирж, что уменьшает их предложения на этих биржах. Интересно то, что почему-то именно о такой статистике на главных новостных каналах не рассказывают. Никакой CNN не расскажет об этом людям. Зато все они расскажут о том, какая криптовалюта плохая и используется для отмывания денег. Но когда мы видим такой массивный обвал предложения, что же будет, когда спрос на эфириум вырастет? А если он вырастет значительно, это же будет просто-напросто параболический взрыв цены. А спрос потенциально может вырасти после всех этих новых обновлений а-ля Лондон и так далее. Кроме этого, сегодня мы еще поговорим о новых способах применения эфириума, которые могут привести к росту спроса на него. Но самое интересное, что если мы посмотрим предложения эфириума на всех крупнейших биржах по отдельности, мы заметим, что все они тоже переживают абсолютно ту же историю. На всех биржах происходит одно и то же. Балансы эфириума уменьшаются. Если так будет продолжаться и дальше, мы можем достичь предложения уровня конца 2017 года, когда эфириум переживал огромный булран цены. Также грядущий шок предложения видно и на этом графике, которым поделился Sentiment, сайт, который собирает всю информацию о главных криптовалютах. Здесь свечным графиком показана цена эфириума. Под оранжевым графиком мы понимаем баланс эфиров на 10 топовых кошельках, которые не принадлежат биржам, а красным обозначено предложение эфиров на топовых биржах. Как мы видим, 10 топовых эфириум кошельков, которые не принадлежат биржам, с конца мая 2020 только и делают, что увеличивают свои балансы, тем самым уменьшая предложения эфириумов на топовых биржах. Причем делают это так активно, что баланс эфиров на топовых 10 биржах достигает исторического минимума, самого низкого предложения эфириума с 2015 года. А что же это значит? Это значит только одно. Повышение спроса равно бум цены. А что касается настроения людей, которое длительное время было негативным, пугливым и неуверенным. Sentiment, все та же компания, опубликовала вчера следующую статистику. По их данным, эфириум демонстрирует самые положительные настроения середины мая этого года. Видишь, график начинает постепенно отрастать. Чем выше график, тем более позитивная атмосфера вокруг эфира и наоборот. Так почему же с такой хорошей статистикой ончейн нам рассказывают столько негатива на основных новостных ресурсах? Приведу тебе всего лишь один пример. 14 июня 2021 банк Goldman Sachs объявил, что криптовалюта не является жизнеспособным вложением средств. Но уже 27 июля 2021, то есть вчера, спустя полтора месяца о своем заявлении о нежизнеспособности криптовалют, этот же банк подает заявку на выпуск собственного эфириум фонда на базе DeFi и блокчейн-компаний, который будет торговаться на бирже. Что ж, интересно то, что 14 июня, когда они выпустили это свое громкое заявление о том, что криптовалюты это не жизнеспособные активы, как раз был пик биткоина после того, как он вырос с 29 тысяч долларов до 42 тысяч долларов. Зато после 14 июня курс биткоина рухнул до 28 тысяч долларов. Очень странное совпадение, не так ли? Я не уверен, что это совпадение. Что Goldman Sachs именно перед этим падением транслировал такие объявления через средства массовой информации. Я уверен, что они закупились где-то вот здесь после этого объявления. Так что этот банк очень неплохо наспекулировал своими манипуляциями. Ну а теперь спустя каких-то 6 недель после этого, после того, как они называли крипту нежизнеспособные, они не просто возбуждены эфириумом, но также хотят официально предлагать эфириум фонд и доступ к DeFi своим клиентам. Манипуляция чистой воды. Однако для эфириума это все равно остается хорошей новостью. Кроме этого, остается очевидным и то, что сам сектор DeFi уже никуда не денется, раз его признает даже крупный банк, который хочет заходить в этот сектор. Но я должен также уточнить, что несмотря на то, что Goldman Sachs запускает этот блокчейн и DeFi ETF, вместе с этим в нем нет ни одной блокчейн-компании, или компании, которая была бы связана с DeFi, даже Coinbase. Но зато в списке есть Nokia, есть Siemens, Intel, Sony. Причем тут эти компании вообще до криптовалюты и блокчейна, и тем более DeFi. Поэтому сама новость меня не сильно приводит в восторг, и я тоже не хочу, чтобы ты ловил сильный хайп после этой новости. Но вот смена сентимента, смена настроения и очевидная манипуляция со стороны этого банка – вот что мне понравилось, вот что я хотел бы подчеркнуть. А теперь еще несколько новостей про эфириум, которые ведут к его принятию и созданию новых способов использования, которые не просто номинально существуют, а которые действительно востребованы во всем мире, и с каждым годом востребованность этих способов применения, по моему мнению, будет расти. Ты поймешь, о чем мы говорим, когда досмотришь это видео до конца. Индия использует блокчейн эфириума для проверки дипломов. Для этого было заключено партнерство с блокчейн-стартапом LegitDoc. Оно направлено на внедрение системы учетных данных на базе эфириума для противодействия растущему количеству числу подделок документов, в том числе и дипломов. Индия же вроде хотела запрещать криптовалюты, напомнишь, не ты. Но, как видишь, отдельные ее штаты говорят, нет, нам нужны криптовалюты и блокчейн. Как минимум потому, что за последние 10 лет резко возросло количество подделок сертификатов, выпущенных государством. Это привело к огромным финансовым и репутационным потерям для всех заинтересованных сторон. Криптовалютные технологии могут решить эту проблему. Это очень большое применение для эфириума и не только в отдельном индийском штате. Если этот опыт будет удачным, другие могут последовать его примеру, ведь речь идет о финансовых и репутационных потерях, а это уже достаточный стимул для использования решения в виде блокчейна эфириума, особенно финансовые потери. Чиновник этого штата также заявил о том, что в соседних штатах местные правительства тоже проявляют к этому интерес. А Национальный технологический институт и университет Ашока уже планирует внедрить аналогичное решение. Это большие новости для применения и принятия эфириума. И последнее, о чем я сегодня хочу поговорить, это то, что Виталик Бутерин поучаствует в анимационном NFT-шоу «Стоунер Кэтс» от Милы Кунис. Это актриса. «Стоунер Кэтс» — это анимационный веб-сериал, который был создан актрисой Милой Кунис. Он уже имеет в своем составе таких актеров, как Джейн Фонд, Крис Рокк и Эштон Катчер. Интересно то, что все они, включая Милу Кунис, будут получать зарплату не в долларах, а в эфириумах. Мы уже слышали, как некоторые компании платят зарплату биткоинами, но теперь и эфириум перенимает эстафету. Это тоже очень большие новости для его массового принятия. Чтобы посмотреть первый эпизод, зрителю нужно будет приобрести токен NFT, который будет выступать в качестве билета для разблокировки последующих эпизодов. Стоить такой NFT-билет будет 0,35 эфириума. Так-то не дешевый билетик, почти 60 тысяч рублей, ничего себе. Но теперь самое интересное. По словам Моргана Беллеры, генерального партнера венчурной фирмы NFX и члена команды, которая работает над шоу Stoner Cats, решение использовать NFT продиктовано тем, чтобы избежать цензуры и контроля, что позволит сохранять творческий подход. Вот это, ребята, очень-очень важно. Даже на YouTube это чувствуется. Если раньше это была площадка, где ты мог свободно самовыражаться и высказывать свое мнение, то теперь контроль и цензура ограничивает тебя, как создателя контента на каждом шагу. Из этой проблемы, из этой масштабной проблемы, вытекает большое применение NFT, которое неразрывно связано с эфириумом. Еще одно масштабнейшее поле применения для второй по размеру криптовалюты. Я уверен, что несмотря на все трудности сейчас, несмотря на почти 50% падение, эфириум рано или поздно ожидает самый большой буллран в его истории. И при этом до этого момента остается все меньше и меньше времени. На этом все. Если видео тебе было полезным или интересным, не забудь поставить лайк. Также подпишись на канал, телеграм, ссылка на который в описании под видео. Делись видео с друзьями, комментируй обязательно. Богатей. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok